Добрый день, дорогие товарищи зрители. Сегодня мы беседуем с Павлом Трудниным, широко известным в узких кругах коммунистическим деятелем. В общем, ты говоришь, что был одним из четырех учредителей газеты «Пилот». Ну вот, собственно, вот тема нашего сегодняшнего повествования, информационный повод, это вот, собственно, тебе и гуляют, и начальница. Как ты до жизни такой докатился? К такой жизни я шел семимильными шагами со дня рождения, 21 января 1975 года, когда, как только я начал что-то осознавать, мне говорили, «Павлик, ты родился в день смерти Ленина, ты родился за место Ленина, ты вместо него, бери с Владимира Ильича пример». Я, ну хорошо. Ну, как говорится, шутки шутками. А вот недавно были у нас выборы в городскую краевую думу, где принимал участие, был, видимо, этот КПРФ. И тем не менее, то есть, вот, сейчас многим людям непонятно, вот, вообще, откуда такая любовь к нашему советскому прошлому социалистическому, как говорится, выбору. Тем более, у нас господин президент говорит о том, что больше возврата не будет у нас к этому. Ну, там, кто-то вспоминает страхи и ужасы прошлого, о кровавом тиране, одном, втором и третьем. Ну, собственно, вроде бы, как бы сейчас эта тема не сильно модная, мягко говоря. Ну, я могу тебе ответить несколькими вариантами. Есть несколько вариантов ответов. И философский, и исторический. И вот... Ты философский, и исторический нам нужен. Нам интересует твой конкретный выбор. Мой конкретный выбор? Стать коммунистом мне помог Саддам Хусейн. Вот такой вот казус. Я тогда был школьником, была перестройка, и нам как раз говорили, втолковывали и манипулировали нашим сознанием, что кровавое прошлое, там, и Сталин тиран, и все такое прочее. По телевизору, в газетах, на политинформациях, в школе даже. И тут Саддам Хусейн оккупирует Кувейт. И что в газетах началось? Что свободолюбивый американский народ там встанет на защиту свободного кувейтского народа, там, всякую пургу. А я читаю, смотрю, оказывается, СМИ-то врать могут. Потому что, ну, я просто интересовался международной политикой и знал там о доктрине Картера, там, и обо всем, о ситуации в Персидском заливе. И я видел, что наш телевизор, наши газеты просто-напросто вот врут. Так значит, они вообще... И так я школьникам понял, что наши средства массовой информации могут врать. И начал задумываться. Оказывается, они, наверное, про кровавое прошлое врут. Тем более, когда говорили, что там всю семью там отправляли в ГУЛАГ. И опять же, не думывал, как вот мой прадед, его как бывшего лепь-гвардейца арестовали, да, в 31-м году. Но потом же его оправдали, а его сын стал командиром Красной Армии, и дошел, говорят, до Берлина, он до Праги дошел. И как бы ничего, что вроде бы тут отец репрессированный, а этот Красный Командир, и как бы... Это все нормально. Это вот... И у меня тогда стало закладываться. Вот это запомни, я просто думал, нашим зрителям стоит пояснить, что лепь-гвардия – это личная охрана русского императора была. То есть это то, что мы сейчас знаем как Федеральная служба охраны. Вот прадед Василий Емельянович Трутнев был в составе лепь-гвардии его величества, конно-гренадерского полка, дружил с историческим лицом Ротнистром Навроцким, который стал потом полковником Навроцким, о котором писал Валентин Пикуль, кстати. И вроде и его сын становится Красным Командиром. И оказывается, то, что нам внушают демократы-капиталисты, о том, что там всех под корень, и что сыновей в детдом – это все просто ерунда. Интересный такой момент. У нас же Компартию в одно время как бы запретили, а потом, когда она восстановилась уже как Коммунистическая партия Российской Федерации, о ней не писали, не говорили, была какая-то информационная блокада. Я знал, что Компартия есть, я хотел участвовать в их акции, уже как вот молодой такой коммунист по своим взглядам. Но не мог их найти у нас в Комсомольске на Амуре. И помог мне известный у нас комсомольский бард, потом он в будущем стал бардом, Геннадий Хромин. К сожалению, он погиб несколько лет назад. Вот он меня привел в КПРФ. Вернее, привел-то он меня на репетицию рок-группы, чтобы попробовали меня как бас-гитариста. А там я встретил Костю Луконина, там был Саша еще, он давно уехал из Комсомольска. И они говорят, что ты, вот, приходи, что мы, члены КПРФ. Я говорю, о, наконец-то я вас нашел, как долго я вас искал. Где-то кто-то говорил в каком-то произведении. Вот, и так в 95-м году, ровно четверть века назад, я вступил, как комсомолец, в коммунистическую партию и начал активно участвовать во всех акциях КПРФ. Самая первая наша такая акция была, это водружение Красного Знамени на 7 ноября на парашютную вышку. Помнишь, была в Силенском парке парашютная вышка, и мы, молодые ребята, на самую верхотуру, на самую верхушку, без монтажного пояса. Первый раз мы были даже без монтажного пояса и рисковали, как вспомнишь сейчас. Залезли, примотали на древко с красным знаменем туда. И делали это периодически на все праздники. На 1 мая, на 9 мая, на 7 ноября мы показывали, комсомольчанам тогда в середине 90-х годов, что коммунисты есть, что от социализма не все отвернулись, хотя и внушали тогда всем, что нужна демократия. Павел, вот этот 95-й год сказал, и там примерно спустя год-два-три случилось вот это брожение хождения с понтепилотом и прочими молодежными газетами под названием «Старый черт». Да, была такая газета «Старый черт». Как это тебя занесло в эту самиздатовскую деятельность? Сначала же понтепилот, это же был просто же, скажем так, самиздательская маватиражная газета, а потом она уже… Ну да, действительно, собственно, как дело было? Мы вот, группа комсомольцев решили, а нам нужно создать газету. Пробный шар у нас был такой вот закинут в виде вестника комсомола. Мы издали два или три номера в 95-м году, но не пошло, как вот сейчас говорят, ну, не пошло. А 10 октября 1996 года вышел первый номер газеты «Понтепилат». Да, он вышел тиражом 1999 экземпляров, да. Собственно, мы к этому первому номеру месяц, наверное, готовились. Одну из статей я взял своего друга еще с газеты «Оптимист». Ну, опыт уже был к 96-му году. Еще будучи школьником, участвовал в выпуске газеты «Оптимист». Да, это 90-й год где-то. Самая первая, кстати, газета «Независимая» в городе у нас была. Ну, не было там тогда еще никаких газет, только официальные вот эти вот, которые… Вот, и оттуда я взял газету своего друга-психолога-каратиста Жениного-Дворского. Он ее обработал для нашей газеты, и вот мы поместили. Написал газету статью «Трудовой будни дискотек» на передовицу. Ну, и ты знаешь, и пошло. Первый номер, второй, третий. Потом, когда мы издали где-то десятый или четырнадцатый уже номер, вот ты упоминал старый черт, Ленчик Шевченко, тоже молодежную газету тогда, по нашим стопам начал выпускать. Ну, не пошло у него. Потом это старый «Экспресс-курьер», который разделился на… Ну, это уж совсем другая газета уже. Не менее, лучше оттуда растут. Ну, хорошо, нет, но вот если вспоминать вот этот «Понтипилат», он сначала так-то назывался? Да, он «Понтипилат» назывался сначала. По большому счету, не чисто партийная газета. Это было молодежное издание, тогда единственное в городе у нас, где-то дети могли прочитать недолго о том, как там кто-то Владимир Ильича Ленина любит и уважает. Ну, и о том, что, собственно, происходит в молодежной субкультуре. Вот об этом, я так еще понимаю, и товарищ Широковский вам помогал. Да, в 1999 году, когда вот мы вот так вот уже как бы начали раскручиваться, товарищ Широковский нам помог, говорит, давайте, говорит, мы зарегистрируем и будем выпускать массовым тиражом уже. Он тогда нам помог хорошо. Да, но она была молодежная, да, и о субкультурах молодежных была, но даже в самом первом номере у нас было написано под названием «Печатный орган комсомола», «Печатный орган Ленинского райкома комсомола». То есть мы ее издавали как бы даже в Ленинском районе города нашего. И вот... Читали-то ее вся молодежь. Вся молодежь читала, конечно. Собственно, до сих пор пишут и говорят, что я вырос, я воспитан на этой газете. Спасибо вам большое. Хотя наш читатель по всей России сейчас разбросан. Достаточно известный. Да, кстати, да, действительно. Да, но что случилось, почему она, скажем так, ушла? Всему виной интернет. Собственно, мы занимали такую нишу, которая не была занята. А когда появился интернет, ну как-то новое поколение, оно уже ушло в интернет, и уже вот газета массовая, она уже как бы не может быть, по-моему. У вас интересная рубрика, я не помню, как она называлась. Пейджер? Да, пейджер, да. Сейчас вот это мало кто может представить, но то, что сейчас вот у нас в мессенджерах там всякие группы, это было на страницах вашей газеты. Я, насколько помню, там дети и знакомились, там подростки и общались, и что-то обсуждали. Я помню, у вас там в вашем офисе там толпа народа постоянно тусывалась. Да, у нас были сборы по четвергам, ну раз в неделю. Приходило такое количество людей, главное, всех я знал, ну знал, то есть мы вот каждого, кто, как, и я их всех и помню-то, собственно, хотя знаю, что там кто-то работает учителем в Ахе, это на Сахалине в Ахе, кто-то снимается в художественных фильмах сейчас в Москве, я раньше читал газету «Пилот». Ну да, был такой вот, вернемся к вопросу, да, к твоему, Сашу. Но, опять же, конкуренцию интернету здесь не выдержать, потому что эта газета выходила раз в неделю, и пока напишешь это сообщение, да, его напечатают, тебе через неделю ответят, да, давай встретимся или что, а в интернете-то это можно моментально онлайн делать. Хотя эта рубрика была, по-моему, даже самая популярная, да. Вот, насколько я помню, вот у вас там, собственно, газетным главным руководителем была Олеся Луконина, мамочка, вот расскажи об этом, как она вообще там появилась, может быть, может быть, она с самого начала была, я не знаю. Не, ну, конечно, с самого начала. Ну, собственно, было три комсомольца, да, вот. Ну, я, Вадим Горуленко, Константин Луконин. А у Константина Луконина была супруга Олеся Луконина, которая работала библиотекарем в девятнадцатой школе и имела прямое отношение к филологии. И, естественно, мы все дружно проголосовали за то, чтобы она стала главным редактором, да. Сейчас она писателем уже стала. Даже уже писателем стала, да. Живет в Туапсе на Черном море и... Ну, она приезжает сюда. Да, вот, осенью была, вот, в сентябре. Не, ну, хорошо, ну, вот это вот был такой момент в твоей жизни, там, это достаточно замечательно яркий. Ну, а дальше это что было? Ну, что, комсомол, понятно, он уже остался творческим. КПРФ, это вот, это уже другая, это как бы, наверное, более яркая, вернее, другая страница в твоей жизни. Вот расскажи об этом. Потому что я знаю, что ты там на учебу какие-то ездишь, там, и вообще там, это... По этим местам ходишь, прям, сам там и не сам. А, ну, собственно... Да, когда-то в 95-м году началась комсомольская юность, которая постепенно выросла в партийную работу уже на другом уровне. Я сейчас член горкома, член крайкома. Но... А первые лет 15, наверное, даже став членом партии, я был рядовым бойцом и к горкому близко даже не подходил, потому что работа была на земле, да, на низовом уровне. И уже потом, когда... Когда даже в интервью у губернатора Хабаровского края, тогда это был Ушаев, спрашивали о нашей газете, да, и как бы руководство, местное руководство КПРФ уже начало нас привлекать, мол, ребята, давайте. А так мы росли сами, как рядовые бойцы. Ну и в 21-м веке уже, как бы, накануне 21-го века, в 1999-м году краевой комсомол избрал меня делегатом на съезд комсомола в Москву. Первый раз я попал в Москву. А перед этим, возле ДК ЗЛК, нас крутили, арестовали. Мы проводили комсомолам пикет в поддержку свободных сербов. Их тогда американцы начали бомбить. И мы тогда вышли в пикет с тем, что вот сначала Сербия, потом Украина, потом Россия. Нет американским бомбардировкам. Тогда пикеты проходили по всей России, да. Достали американский флаг, начали его выражать в свой негатив по отношению к американцам. И милиция нас скрутила, затолкала в обезьяннике, да. И увезла в ГОМ, в ГОМ были Андрея, Дима, Вадим, там, всех наших комсомольцев. А дежурный в ГОМе такой руками разводит, говорит, а куда я их посажу? У меня там уголовники сидят. Политических же вроде бы нельзя с уголовниками сажать. Вот. Так мы узнали, что мы первые политические в комсомольске на Амуре. Ну так вот, в конце концов нам сказали, ребята, расходитесь, но придете в суд, и суд решит вам меру пресечения там и по тем законам еще 90-х годов. Ну а тут меня избрали на съезд комсомола, и я уехал в Москву. И там был такой молодой депутат, девушка Даша, депутат Госдумы, фракция КПРФ. Я говорю, Даша, такая ситуация, там сейчас вернусь, да, со съезда, а меня там суд там не знает, что режит, у нас такое было. Он говорит, о, да, надо будет поднять этот вопрос и все. Ну, в общем, после съезда я возвращаюсь в Комсомольск, спрашиваю у ребят, ну что, как. А все, не надо говорить, там все, я не знаю, она помогла в Москве, то есть фракция КПРФ или здесь. Они решили задний ход дать, ну вот такая ситуация была. В 2016-м... Подожди, не будем скакать, ты у нас уже неоднократный участник избирательной кампании, когда ты впервые был явлен депутатом, кандидатом депутата. В 2000-м году, 10 октября 2000-го года была конференция, меня выдвинули в депутат городской думы, да. Но, к сожалению, в тот же день на меня было совершено разбойное нападение, я всю избирательную кампанию провалялся в больнице и даже не был зарегистрирован. Совпадение такое вот было. Вот, это первое было. Говорить об этом несложно. А потом уже в 2000... Ну там, как понятно, каждый выбранный цикл, наверное. Ну, там перерывчик был в 2008-м уже, да. Через 8 лет уже. Там у них же по 4 года было. Вот как раз. Ладно, ну вот, как говорится, вот, а чем сейчас у буржайников на Ниле служение народу, когда он был? Накопив опыт в репортерской работе, а ведь еще до газеты была же еще авторская радиопрограмма на ГТРК «Комсомольск». Это в 95-м году, «Красный понедельник» она называлась. Сейчас я возглавляю пресс-службу нашего комсомольского на Амуре отделения КПРФ. Буквально сейчас вел переговоры с Москвой. Ребята заинтересовались озером Амур. Позавчера выложил ролик, да, вот сделал. А по результатам поездки на Амур, где проводятся якобы санитарные рубки, да, и тут мне звонят в центральные газеты, надо вот статью сделать там-то, вот, прокомментирую. А тут вот телеканал заинтересовался. То есть выходим на федеральный уровень. Последние годы возникают проекты такие, как бы на краевом уровне. Вот к юбилею ледового перехода Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. Ну, не все, наверное, вот знают, поэтому я поясню, что в 1933-1934 году красные армейцы, в рядах которых был и мой двоюродный прадед Степан Трутнев, по льду прошли зимой до строящегося Комсомольска-на-Амуре, да, и включились в строительство города юности. В 1967 году, тогда было 50 лет советской власти, да, в нашей стране, был комсомольцы, тогдашний ВЛКЦМ, сделали ледовый переход, агитный переход такой с концертами в селах, дорогой отцов. А мы спустя 50 лет, в 2017 году, решили организовать ледовый переход, дорогой отцов, полвека спустя. Вот. И организовали. Не, ну понятно, я помню даже, кто-то даже ходил, и кто-то там это встречал и освещал, и ты там, наши местные пресси, и Краево, это понятно. Ну и Пятый канал приезжал, снимал, говорят, наверное, там, и в Питере показывали, может быть. Показывали, показывали. Что бы ты хотел пожелать вообще зрителям, молодым людям, не молодым людям, вот, собственно, кто нас посмотрит, кто будет думать, как ему жить дальше. Вот что-то вот, что можешь пожелать, посоветовать. Комсомольчане, вступайте в КПРФ, боритесь за свои трудовые права вместе с нами, и мы победим. Социализм в Советском Союзе будет. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...